Поднимаем прямую ножку, начиная со здоровой. Поехали. Высоко не надо. Трудно поверить, что буквально несколько дней назад Клавдии Новоселова сделали операцию на коленном суставе. У жительницы Кушвы болела нога. Было невозможно ходить. Сегодня она уже проходит реабилитацию и готовится к выписке. Благодаря специалистам обе ноги теперь в порядке. При таком уходе улыбается это и неудивительно. Хорошо, что первое, что второе. Мы даже не чувствуем, лежим и всё. Ничего не чувствуем, ничего. Всё хорошо было. Все хорошо. Обходится. Приходится по несколько раз узнать, спрашивает, что беспокоит, что болит, что не болит. Ещё одна пациентка Надежда Хрущёва в Тагильском госпитале оказалась впервые. Летом сюда на операцию приезжал муж. За несколько дней от диагноза артрозный артрит практически не осталось и следа. Будучи врачом-педиатром, женщина понимает, что от качественного оборудования и добродушных медиков зависит скорейший результат выздоровления. Вообще, вот эта вот клиника, я думаю, что она аналог какого-нибудь гамбургского госпиталя. Здесь, если сравнивать с нашими больницами, я же тоже работаю в больнице, то отличается как небо от земли. Есть, всё. Про персонал вообще нечего говорить. Они нас облизывают, обслуживают, обхаживают, обглаживают, всё делают. Однако за всеми положительными отзывами скрывается и обратная сторона медали – проблемы центра. Из-за государственно-частного партнёрства госпиталю выделяют мало квот. А в этом году и вовсе лишили права делать операции на позвоночнике. С такой позицией федеральных властей генеральный директор Владислав Тетюхин категорически не согласен. Мы потеряли больше, примерно в два раза, чем потерял область. То есть, значит, что делали? Что раздавали работу, которую мы делали, раздавали другим предприятиям. Причём аргумент такой. Значит, вы частное-частное государственное партнёрство, а у нас вот есть государственные ведомства предприятий. Мы первого года будем обеспечивать. Аргумент слабый, аргумент неправомерный в данном случае, потому что по существу центр позволил ликвидировать очередь здесь, которая была примерно 6 тысяч на составе центра, за три года. В планах у Владислава Тетюхина развитие других направлений. Завистникам назло центр отмечает трёхлетие и продолжает своё существование. Поздравить медиков и наградить почётными грамотами лучших работников сегодня приехал глава города Сергей Носов. Мне хотелось бы, во-первых, пожелать Владиславу Валентиновичу здоровья. Здоровья, потому что от его настроения зависит очень многое. Хотелось бы поздравить весь коллектив, пожелать ему успехов, попросить его, чтобы Владислава Валентиновича поддерживали, так же здесь и изнутри. Сегодня в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре работают более 70 ведущих специалистов, не только из России, но и из ближнего зарубежья. Самое главное, считают они, что их профессионализм ценят пациенты. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр появился на Гальянке благодаря Владиславу Тетюхину. Меценат вложил в его строительство часть средств, чтобы жители Свердловской области получали высококвалифицированную медицинскую помощь. В знак благодарности от Нижнего Тагила в этом году он был удостоен звания почётный гражданин города. Анна Хабарова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагилтв.